здравствуйте дорогие зрители мы продолжаем описание техники ранее мы с вами уже рассмотрели технику и дошли до 7 шага до техника у нас сегодня называется техника повышения самооценки это у нас вторая часть записи данной психотехнологии до данного разбора психотехнологии вот напомню что техника значит автор техники серии ковальов что техника это действенный инструмент по адекватизации самооценки и принять самого себя позволяет избежать многих сложностей в понимании себя и своих возможностей вот мы с вами значит рассмотрели уже основную схему техники техника так если вкратце описывать состоит из того что мы формируем перед собой нашего двойника представляем образ нашего двойника которого значит есть некая это некая наша часть у которого есть запрос на повышение самооценки о этой часть но запросы могут быть разные да я плохой родитель я никчемный значит руководитель и я значит плохой коммуникатор и и тому подобное да и имени им легион да этим всяким запросам и с помощью данной психотехнологии все это можно вычистить да все это можно решить себе да и сформировать вас общую высокую самооценку да значит психотехнология если так как раз состоит из того что мы формируем перед собой образ своего двойника у которого которому присваиваем такую ниже среднюю оценку на 4 балла да он выглядит таким достаточно потрепанным растерянным да и не неуспешным неудачным да этот наш некий образ вот с этим критерием неуспешности вот далее мы ему значит работаем уже сами с собой и передаем ему чувство нашего искреннего принятия до само принятие далее мы работаем с чувством с чувством благодарности искренней благодарности и признательности да опять же мы это чувство находим себе до раскручиваем по циферблату с помощью регулятора и передаем нашему двойнику напротив вот таким образом мы с вами уже дошли до шага номер семь сделали короткую паузу немножко я рассказал о том что техника на первый взгляд объемный в описании да но после того как вы и наловчитесь да и выполнить несколько раз вы поймете что ее можно зная шаги до ее можно выполнять экспрессом очень быстро прям на рабочем месте либо дома либо еще потратив на нее 35 минут и вы себя совсем по-другому будете ощущать вот но мы еще с вами на седьмом шаге технику не закончили поэтому продолжаем значит мы отдохнули пришло время когда короткой паузы мы отдохнули пауза наша закончилась мы продолжаем значит что нам нужно сделать сделать третье это серьезный момент многие на этом месте слегка закисают чувство благоговения да вот благоговение работаем чувством благоговения благоговение это чувство о котором многие далее говорят это некая религиозность и возможно скажут о своем неверии что-то что-то про церковь и что давно не ходили туда и все остальное ладно мы значит это все опускаем и как говорит автор методики да ладно вы встречали это чувство благоговения часто в природе вдохновляясь красотой мироздания возможно когда стояли на обрыве перед открывшимися видами перед некой панорамой мир да вы видели какой-то сумасшедший красоты пейзаж или когда вы видели особо уникальности красоты закат или вот величие природы ну и так далее то есть чувство благоговения называется тем когда мы в восторге от чего-то такого великого прекрасного вот вспомните этот момент вы действительно испытали благоговение вы находились в умиротворении вы были утворение мира вы были близки к всевышнему и сами не подозревали об этом ну и соответственно давайте небольшую значит дам ручку значит что нам нужно сделать на данном шаге а нам нужно представить какой-то образ значит от которого мы вот прям прям вот считали это чем-то красивым и уникальным до или это какой-то открывшийся вид да вот возможно вы где-то в путешествии можете вспомнить что перед вами возник такой пейзаж от которого просто 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 вот настолько напитались вот этой красотой да вот может быть это какая-то какой-то произведение искусства может быть да может но то поищите в себе ту точку то тот момент в жизни когда вы действительно чего-то прям замечательно так вы знали что это вот это супер супер творение чего-то да и вы искренне вот как бы были в востоке да вот совсем недавно да вот я видел красивый закат да то есть там было действительно очень красиво очень очень запоминающийся да и вот я понимаю что вы это дарфта всевышнего может быть да что я это увидел что я проникся до что это мне так вот захватила да и вот когда вы представляете и вот это вот вот это вот величие красота вот это да она возможно у вас в виде чувства там представьте где это может быть от когда вы действительно к чему-то испытываете такое но сердечное чувство такого это здорово это вот очень прекрасно да вообще великолепно ну и соответственно у меня это вот область она вот я сканирую себя да и все равно вот она вот где-то еще выше да вот есть ранее мы с вами принятия находили где-то вот может быть более более ниже потом значит с благодарностью признательностью она чуть повыше уровень дата вот это благосковение да вот это вот искренне и удивление да вот этой красоте но у меня тоже образцы пою не головой да она имеет вот такой узнаете а вот из так писать цвет это вот что-то вот такое и с фиолетовыми и с какими-то такими красками какими-то перетекающими вот очень яркими такими неоновыми да вот такой вот у меня что-то субстанция но субстанция если писать как как я это чувствую по субстанции это вот но все равно это вот больше какая-то вот волна наверно вот как-то ну что-то что-то имеющие рельеф вот что-то обещали лет какая консистенция но это уже вот если ранее чувство благодарности что плотно это здесь уже вот может быть как такое суфле и может быть цвет в разных местах разные то есть неоднородного цвета но очень ярко очень интересно вот значит ощущается достаточно легко то есть вот я вот представляю этот образ да и и вот эта красота и вот я понимаю что ощущается как бы легко но все равно есть какая-то масса есть какая-то субстанция таких рельефных волк вот но и соответственно плотность плотность ощущается вот ну и соответственно представьте чувство благодарения везде чего-то да может быть видеть какой-то массы субстанции имеющую какую-то консистенцию плотность это чувствую сейчас мимо лет вы чувствуете его буквально на два-три балла возможно она украшена какой-то цвет возможно желтый зеленый или красный представьте это чувство это вашем пространстве да ну и соответственно я представил это я нашел его фото но разного цвета форма рельефная до консистенция такая больше как суфле да и вот вспоминаем что у нас с вами здесь есть прибор наш прибор с регулятором и циферблатом сейчас мы будем повышать интенсивность вот этого вот этого чувства да вот это некой субстанции на чувств да и соответственно я выкручиваю образной рукой вот этот регулятор вот стрелочка или там к двоечке к четверочке к шестерочке до увеличивается мощности это тоже от вам что здесь происходит какие-то изменения как бы интенсивность нарастает вот она шестерочка вот она десяточка и вот я выкручиваю значит до 12 до максималки да и соответственно я понимаю что у меня да здесь здесь мы уже как бы что-то забыл забурлила да то есть интенсивность какая-то какое-то движение появилось такое вот краски меняются и соответственно образными руками да я забираю вот это вот вот это вот массу да вот это собственно субстанцию да и образными руками я значит он даю в центр моего центр моего образ данного двойника да и значит через голову чуть-чуть через груз через живот через таз это все у него значит к нему в него проникает на он как губка это все благодарности впитывает вот это все как бы спускается добиводи рта в ступни и полностью обволакивает мой мой вот а давайте сейчас поднаблюдаем а значит на свой образ а тот который еще раньше был каким-то вот таким затасканным доволом на четверочку то это уже такое какое-то действительно шустричок передо мной это вот уже совсем другой как бы тип можно так сказать образ он динамичный у него как бы светится улыбка у него как то вот он себя очень конструктивно ведет вот он уже не выглядит значит каким-то все-таки затасканным и неприятным ну и соответственно передали последнее чувство субстанцию чувство благовения своему двойнику и которые выполнить следующие короткие шаги сделать очень интересную вещь шаг номер восемь сделать очень интересную вещь отвлекитесь посмотрите куда угодно по сторонам мы с вами начинаем уже отвлекаться от этой техники вот мы посмотрели по сторонам лево-вправо соответственно вниз то есть мы сейчас немножко разгрузились может быть как-то поменяли значит положение тела да ну то есть вот сделать очень и ушек номер восемь сделать очень интересную вещь отвлекитесь посмотрите куда угодно по сторонам вернитесь вернулся вернись посмотреть на образ впереди себя ну а соответственно мой образ меня впереди я на него смотрю спросить смог себя перед вами человек который сам себя ценит насколько вот человек насколько ты сам ты себя оцениваешь но что-то такое вот знаете подсказывает что 9 10 11 не удивляйтесь там будет оценка 10 или 12 баллов но вот 10 11 делаем девятый шаг делайте последнее мысленно вытяните свои руки мысленно вытяните свои руки доставим своим мысленно свои образ своих рук до которые дотягиваются до вашего образа и и забираем значит свой образ собираем свой образ мысленными руками и будем свой образ себя то есть забрали образ вот иди сюда дорогой и соответственно забрали себе этот образ позвольте проникнуть новому образу ваши ноги в тасс живот в груз в голову и полностью вас заполнить вот чувствую как вот этот мой двойник тоже полюбившийся он пришел ко мне до соответственно и полностью за полу заполняет меня возможно понадобится какой-то немножко время на то чтобы почувствовать что произошел процесс интеграции до процесса заполнения вас вашему быть после чего тоже с интересом задать себе вопрос а интересно насколько я себя оцениваю ну допустим если бы я работал с какой-то проблематикой а я на самом деле работал с определенным качеством себя я задаю себе вопрос насколько я себя оцениваю а если оцениваю действительно допустим на 12 ну на девяточку точно вот то есть моя самооценка в этом плане выросла возможно будет небольшая потеря оценки как пишет автор на было 12 баллов а станет 11 то есть образом было 12 до останет 10 11 до у меня образа нам было 9 10 до сейчас крепкая девятка но в любом случае самооценка поднялась кверху да действительно поднялась кверху самооценка и возможно если вы проделали данную технологию вы отловили свой результат вот значит ну и некое напутствие от автора эффекта данной психотехнологии имеет достаточно продолжительный период и сама психотехнология делается на продолжительный период она и эффект имеет достаточный да и делается эта техника на продолжительный период по данному конкретному критерию которого с тем запросом конкретным которым вы работали только учтите что наш так называемые близкие а уж более наш наши дальние люди с техникой незнакомыми и вообще с экологией у них может быть не все в порядке да и поэтому обожают курочить нашу самооценку в период упадка либо в период о какой-то усталости при некотором общении при некорректном общении с людьми ваша самооценка может вдруг понизиться но буквально в любом месте за очень короткое время буквально за 30 секунд совершенно спокойно по данной психотехнологии вы способны поднять самооценку до нужного уровня и жить на отлично нормально так что вы так что вы так вот не парьтесь как пишет дословно вот теперь у вас в руках хороший инструмент для борьбы с неким врагом да с внешним или внутренним врагом не важно вот это этот враг называется низко самооценка пробуйте значит проработать минимум три-четыре своих запросов да сейчас мы по нашей традиции чем полезны эти обзоры что мы вас обращаем значит и всячески убедительно просим проделать практику практика это вот не что-то там прослушал посмотрел и закрыл на а это получение персонального опыта он остается всегда с вами здесь очень важно действие чтобы вы проделали саму психотехнологию прослужив психотехнологию любую психотехнологию какую бы вы прослушали кроме какого-то сомнения и какой-то вот не веря до своего что это вообще как это может работать вы мало что достигнуть но как только вы получили свой персональный опыт у вас есть от чего оттолкнуться абсолютно не факт что у вас не получится первый раз скорее всего все получится и вы будете какому отцом и на что самое главное вы видите себя подтверждать тем что вы можете работать самостоятельно вам не нужно будет идти к супер специалистам которые дорогие вы будете способны работать самостоятельно и поэтому наш блок практика значит получились персональный опыт он останется с вами важно действие проверьте свои материалы выполнив короткие задания примите технику начните следующем порядке значит что я вам здесь рекомендую повторите все девять шагов психотехнологии на примере вашего конкретного запроса возможно это будет что-то из подобных вариантов допустим вы чувствуете что вы плохой переговорщик но прям не верить в самого себя что вы допустим там вообще иметь как бы на переговорные какие-то там свои какие-то способности до в себе это закопали попробуйте проработать а либо я не успешен финансах допустим я там самые как бы неуспешные финансы и вот это такое что тонн и вода имеющая возможно уровень самооценки там на двоечку вообще на морда тоже прорабатывайте я не что в любви да допустим убийстве люди которые до ищут себя в любви но считают что они не способны любить там еще что вот тоже проработаете да по всем 9 шага либо значит я слабый коммуникатор мне все ненавидят я никчемный отец я плохой руководитель я значит там бездарь какой-то там еще что-то ну то есть запросов у вас может быть великое множество да и это все это все значит те враги с которыми нужно попробовать побороться данной методологии данной психотехнологии от сергея викторовича вот из своего опыта скажу что у меня это работает и работает очень хорошо вот я оставляю себе эту психотехнологии соответственно буду применять как можно чаще находя в себе какой-то вот допустим даже малейший повод пониженной самооценки ну и соответственно 2 пункта проделаете данную технику нарастающим темпом с другими вашими запросами до полного своей увеличиваете значит скорость выполнения данной техники она только в описании кажется какой-то растянутой сложной непонятной начните практиковать и вы придете к тому что вы эту технику будете делать вот так то есть за 30-40 секунд может быть кому-то надо будет минуты если он еще так не научился быстро работать с образами да с чувствами возможно кому-то потребуется пять минут но награда будет ваш враг ваш низко низкая самооценка по какому-то критерию обязательно уйдет в дальнейшем поставьте перед собой вашего двойника с общим запросом вашей общей самооценки вот ваша общая самооценка может быть ну как бы быть и ценена по восьми критериям который писал серий викторович ковалев это по звезде благополучия где оценивается степень вашего благополучия по финансовой вашей составляющей по материальности о вашем взаимоотношениям с окружающей собой окружающий мир до окружающих людьми по здоровью а значит по вашей работе да по вашей деятельности трудовой да а сколько вы удовлетворены по любви по сексу по смыслу вашей жизни то есть этот материал также будет дальнейшем рассмотрен нами да ну а сейчас у вас есть чем работать у вас есть конкретные запросы вот но в дальнейшем поставьте перед собой общего себя да и проверьте свою общую самооценку вот значит как всегда значит мы приносим огромную благодарность авторам иллюстрации публикаций вот так же даю прямые ссылки на первые источники да здесь первая техника принятия самого себя повышение самооценки от автора кавалю сергея викторовича записи на канале youtube вот ссылочка значит у вас будет доступна данная презентация вы можете скачать презентацию и значит найти слайд номер 14 нет номер 15 и по этим ссылкам пройти значит также привожу сайт автором также хочу поблагодарить обзор данной же данной техники лектором светланы бирюковой как поднять самооценку за пять минут вот техникой и н.п. кавалю сергея викторовича все здесь светлана бирюкова это гипнолог психолог до целитель опять же вот ссылку на нее тоже даю канал на youtube светланы бирюковой также презентации указан вот так же поблагодарить канал где мы публикуемся это канал эмоциональный опыт людей в жизни и бизнесе ссылка есть на прочие помогающие материалы это прочие наши разборы самых таких топовых самых рабочих техник техниках ср игра изобилия очень развивающая игра изобилия трансформационных техника раскрутка вверх по вверх значит техника раскрута вверх ссылка дается методика перевоспитывая внутреннего прокрастинатора методика опора мотивации техника ненасильственное общение о большой обзор метод волта диснея это значит креативная методика по решению проблем и всяких проектов до техника при переключении сценариев этом последний наш предпоследний наш разбор техник ну и внимательно сидите за обзорами на канале эмоциональный опыт людей в жизни бизнесе до ссылка есть вот так же хочу хочу вас познакомить до обзор подготовила евгений лукашев то я опыт в консультировании 6 лет у меня работал с командами в крупных проектах провел 7 тренинг по технологиям построения отделов продаж адаптации сотрудников и по личностному росту на предметные области маркетинг и коммерс электронная коммерция да и психология работал специалистом администратором руководительных проектов методологом проектного офиса и консультантом по проектному управлению в agile это некая методология управления командами эффективностью команд с 2020 года выступал здесь как скром мастер владелец продукта agile coach значит опыт трансформации бизнес подразделений являюсь мастер мастером администрирования бей также тренером но без 2019 года ну и значит у вас не должно было остаться вопросов по данным по разборам данных психотехнологий да мы немало уже разобрали психотехнологии все они работают во благо до работают на то чтобы ваша жизнедеятельность стала более благополучной но если у вас но если вас интересует дополнительной информацией и помощь до обращайтесь пожалуйста обращайтесь буду помогать по вопросам консультации персональной работы пишите в личные сообщения соответственно даю ссылочку для личных сообщений а также у нас есть канал в telegram вот он называется битва за осознанность пожалуйста остановитесь нашими значит подписчиками на канал будем очень рады вам ну и соответственно завершаем благодарим вас за внимание пусть ваша жизнь станет счастливой и благополучной всего вам доброго до до скорых встреч